12 декабря в Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан состоялся финал смотра конкурса среди учреждений социального обслуживания на лучшую организацию работы по профилактике, безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетних. Обладателями первого места в номинации лучший комплексный центр социального обслуживания населения стал КЦСОМ города Каспийска. Конкурс был проведен в два этапа. На первом этапе в Министерстве были предоставлены документации, презентации работы, фото презентации работы от всех учреждений. Второй этап уже состоял из практических занятий. Также была показана видеопрезентация работы нашего центра и другие центры. Во второй этап вышли три учреждения. Это наше учреждение, а также Ногайский район и город Дербент. И по итогам этого конкурса жюри присудило нам первое место. Презентацию и практические задания работники нашего центра выполнили лучше всех. Это отметили все эксперты, делится Гаджи Загидов. По его словам, жюри также отметили работу организации за текущий год и похвалили за результаты. Все предыдущие годы такая большая работа была проведена, конечно, совместная, совместно с другими учреждениями, органами и учреждениями системы профилактики города. Работа проводилась как среди семей в социально опасном положении, так же в семьях, например, неблагополучных семьях. КЦСОН периодически проводит различные семинары, мастер-классы, заседания, круглые столы в образовательных учреждениях города. Круглые столы, например, в нашем учреждении постоянно проводятся круглые столы с такими семьями, куда мы приглашаем матерей, родителей, вот этих подростков, которые немножко где-то оступились и так далее, проводим с ними профилактические беседы. Точно так же выход на дом, постоянно наши работники выходят на дом, там проводят тоже профилактическую работу. И в целом, конечно, она все равно приносит какой-то результат. И по результатам, как раз вот и результаты, которые мы предоставляли на конкурс, большая часть семей, которые снимаются с обслуживания, они в основном у нас в городе снимаются в связи с улучшением ситуации в этих семьях. Отметим, что конкурс проходил среди учреждений социального обслуживания в целях выявления и распространения инновационных форм и технологий профилактики девиантного поведения в организациях социального обслуживания.